Добрый вечер. Представляете, какая была бы интересная программа у нас завтра, но в субботу по этому эфиру не будет. Так мы хорошо бы могли подтянуться по погоде. Плюс 6, минус 6, там дождь, слег, снег, вот видите, уже все. У меня тоже засыпало атмосферными осадками. При этом, что здорово, у нас наконец-то, согласно репортажам и официальной точки зрения по телевизору, коммунальщики полностью готовы. Ну еще бы, они всю зиму готовились, наконец-то весенний снегопад, у них должно завтра все получиться. Тем более, что нас будет меньше, а фуры, как известно, они уже победили. Ну, теперь о более интересном и немножечко парадоксальном, об именах, прибитых на чужих заборах, ненаписанных. Это не имеет отношения к Стиву Маттину, который прочитал внимательно живопись на Тольяттинских заборах и воплотил главную букву в качестве основного тематически образующего образа будущих жигулей. То есть, он букву Хэ нарисовал на всю рожу. Нет, речь не об этом, но хотя, в принципе, ситуация сопоставимая. Большинству людей очень хочется что-нибудь назвать своим именем. Это даже где-то немножко логично. В принципе, понятно, что вот хочется иногда при жизни насладиться воздвигнутым себе памятником. И именно поэтому довольно много людей своим именем называют фирму. Ну, реже бывает, когда какой-нибудь химический элемент или какую-нибудь единицу измерений, чего бы то ни было. Там, ват, например, хотя обычно это потомки уже делают. Самый незатейливый вариант — это в честь самого себя назвать ребенка. Ну, там получают всякие Ивана Ивановича, Петра Петровича. Радостно. Вот тебе 25 лет, а уже у тебя есть в честь тебя кто-то названный. Тоже неплохо. Хотя, конечно, здесь есть элемент вот этого поведения домашних животных, которые предпочитают пометить как можно больше углов. Там не всегда вывеска, но, по крайней мере, ощутимый рефрен порыва существует. Ну, опять-таки, речь не об этом, а о чем-то более масштабном. О памятниках нерукотворных, когда люди своим именем что-то называют. В Москве много лет тому назад как-то внезапно появилась фирма с таким шикарным названием. Она торговала бытовой техникой, была в центре, и человек, дорвавшись до бизнеса, своим именем украсил фасад циклопическими по размеру буквами. По-моему, там метра под два с половиной три. И, естественно, кириллица. Идешь, и там написано «Котцоволос!» И просто хоть стой, хоть падай. Понятно, что у человека такая фамилия, но другой-то нет у него. Вот он начал чем-то торговать, ему показалось, что это значимо, поэтому он фирму так и назвал «Котцоволос». Или вот, например, этот самый Тиньков. Ну, толковый человек, и фамилия у него такая, что по ушам елозит, будь здоров, как не забудешь. Вот он сейчас в очередной раз что-то там затевает, и все уже потихонечку с этим Тиньковым, или как его там... Ну, в общем, производные, это не очень приглядные. А у него такая фамилия. А вот очень хочется. Мавроди пошел по другому пути. МММ все-таки не касалось его личности. Мало кто помнит, три буквы «М» — это не талантливый ход маркетолога. Это «Мосметромеханизация». У контора, так, на «Газгольдерный», дом 10, где находилась первоначально, офис там у них был, там «Мосметромеханизация» сидела. Вот поэтому она и была, МММ названа. А не потому, что это «ММММ» вроде. Нет, совершенно не поэтому. Возвращаемся к каменам, прибитым к забору. Важно, чтобы потом либо имя не надоело, либо фирму не отобрали. А если вы называете ребенка своим именем, желательно, чтобы все-таки это был ваш ребенок. И вот предыстория чисто автомобильная. Август Хорьх занялся, поднаторел у Карла Бенца в «Инженерах». Очень талантливо работали ребята. И вот когда опыта уже стало достаточно, Август Хорьх решил создать автомобильную фирму. Он ее основал. И кем он ее назвал? Конечно, собой. Через несколько лет он очень сильно пожалел об этом. Потому что акционеры пинком в зад вышвырнули товарища Хорьхан на помойку. Он пошел организовывать другую фирму. Обнулив счетчик и набрав других акционеров, получив деньги, он создал эту фирму. И уперся в парадоксальную ситуацию. Его имя ему не принадлежит в качестве бренда. А как назвать следующую фирму? Он перевел свою фамилию на латынь при помощи ребенка. И получилась фирма «Ауди». «Ауди» и «Хорьх» в первооснове своей это одно и то же слово. «Ауди» — это глагол повелительного наклонения по латыни означает «слушай». «Хорьх» — это одна из форм этого призыва быть услышанным. Причем Августа Хорьха очень долго тяготила эта коллизия, потому что фирма «Хорьх» процветала. Она была прямым конкурентом «Ауди». А совсем судьба ирония ему криво ухмыльнулась в тот момент, когда они в четыре фирмы — еще к ним примкнул «Вандерер» и «ДКВ» — образовали объединение «Аута Юнион», то самое изначально имевшее в качестве логотипа четыре кольца. Четыре фирмы, четыре кольца. Каждый из колечек — это один из участников альянса. Но первые два принадлежали, по большому счету, одному и тому же человеку. Первое колечко — это был «Хорьх», второе было «Ауди». Он на самом деле реально страдал по поводу того, что его имя прибито на чужом заборе. У американцев был такой очень талантливый предприниматель Ренсом Олдс. Он пошел сопоставимым путем, когда он начал делать автомобили. Он своим непосредственным именем, то есть фамилией Олдс, назвал завод и саму фирму. А автомобилю он дал имя, созданное путем синергии, как это сейчас называется. Он просто присобачил к ней обозначение транспортного средства, получил Олдсмобиль. Причем старину Олдса, стариной он был просто по факту своей старческой фамилии, несмотря на то, что достаточно молодым мужиком все это затеял. Старину Олдса пинком взад вышивнули тоже лет через пять из его же собственной фирмы. Он пошел с горя организовал другое предприятие под названием Рео. А его именем, прибитым на чужом заборе, отныне и во веки веков владела фирма GM, концерн General Motors. И был отдельно Ренсом Олдс, отдельно не принадлежащее ему имя, и GM, который им благополучно пользовался. Причем, если Хорик как фирма довольно быстро умер, то Олдсмобиль просуществовал до наших дней. Его GM умертмил только в одиннадцатом году. Еще не так давно эта фирма была, при том, что ни самого Олдса уже не было, ни его фирмы Рео тоже достаточно быстро сошедшей на нет не осталось. А вот как прибил на вратах Царьграда щит, вот так с этим и живи. И вот удивительно, но, казалось бы, история должна чему-то учить. Историки знают, что история никогда никому ничего не учит. Амбиции постоянно возникают. У мужиков стремление пометить чужое запасное колесо остается. И вот датчанин Хенрик Фискер организовал несколько лет тому назад фирму имени самого себя. Фирма Фискер не очень известна. Фирма Фискер, она в первую очередь сосредоточена была на том, чтобы автомобили стали красивыми. Поскольку он был дизайнером, он работал на BMW, он работал на Ford, на Aston Martin. Одно время Хенрик занимался промышленным дизайном, он рисовал сиденья для, не подумайте, что для офисов, нет, для велосипедов. Он делал кнопочки для мобильных телефонов, всякие кофемолки, кофеварки, пылесосы. И это тоже очень любопытное направление в дизайне. И довольно часто, ведь не зря Porsche дизайн или, ну хотя бы просто Porsche или Ferrari дизайн, они или Pininfarina берутся за гражданские заказы. И посмотрите, там какие-то очень элегантные очки или часы или авторучки, дизайн Porsche или Pininfarina Porsche. Они имеют право на жизнь, и это не менее талантливая работа. И Хенрик Фискер, он и тем занимался, и этим занимался, но в какой-то момент решил, что пора заниматься автобизнесом по-крупному. Он со своим приятелем организовал, зарегистрировав в Америке, в Калифорнии, фирму Фискер. Производственные мощности этой фирмы находились в Финляндии на заводе, на оборонном заводе Valmet. Если кто не в курсе, винтовка Valmet очень неплохо показала себя во время Второй мировой войны и во время той войны, которую мы лукаво называем Бело-Финской. Это когда мы в 1939 году напали нагло на Финляндию. Об этом тоже в следующий раз, если хотите. Исторические подробности, пока не наш профиль до конца. У нас вроде как автомобильный. И вот Хенрик Фискер, он делал очень любопытные машины, и у него по большому счету самостоятельная была только одна. Он занимался переделками, он там из Мерседеса сделал кабриолет довольно интересный, Траманто. Он из БМВ-хи смастерил машину под названием Латиго. И все это было подано как эксклюзив. Это не кустарная переделка, а это самостоятельный автомобиль просто на платформе другого известного. Но, что бы то ни было реальное, Фискер создал, когда получил автомобиль, в итоге известный нам под названием Карма. Так вот, ни много ни мало. Как вы только что услышали, да, действительно, Фискер, Карма, та самая Карма. Вот именно эта Карма имелась в виду. Это довольно красивый, немножечко рискованный в облике своем автомобиль, нетрадиционной ориентации. Он гибрид. У него двигатель внутреннего сгорания и очень много всякого электричества. Хорошая цена 100 тысяч долларов. Это совершенно разорительная биография, которая не дала никакого расцвета. И порядка двух тысяч экземпляров было всего лишь собрано финами на Валмите. После чего год тому назад начались очень серьезные кризисные явления. Кредит американского правительства был заморожен, хотя обещано полмиллиарда долларов на разработки. По большому счету фирма Банкрот, она начала торговать штанами, ну это очень тактично называется, она вступила в период поиска стратегического инвестора. Инвестором должны были стать китайцы. То есть фирма Фискер вляпалась в китайцев. Китайцы пришли и сказали, что готовы все купить. Ну у вас тут любопытно, да, мы не возражаем. Давайте купим. И Хенрик Фискер, он этого по большому счету не выдержал. И того, что уже год нету производства, и того, что очень серьезные проблемы, и того, что в своей собственной фирме он оказался подчиненным, потому что он отошел на вторые роли, наняв управляющего на первые роли, потом еще наняв другого управляющего, специалиста по как раз гибридным установкам, человек, который делал вольт и ампер. И вчера Фискер написал самому себе заявление об уходе. И он покинул фирму, о чем его непосредственный начальник, управляющий, узнал из твиттера. Ну это сейчас так модно. И получилось еще одно историческое повторение. Имя Хенрика Фискера намертво прибито на заборе той фирмы, которая ему больше не принадлежит. Это все. Вот закрылась лавочка. Причем сама по себе фирма какое-то время еще посуществует, но по большому счету ей тоже конец, потому что такие довольно неплохие, оригинальные, интересные, но никому не нужные гибриды, это все-таки сиюминутное явление нашего времени. Тем более, что Фискер, когда затевал всю эту свою фирму, он сказал, что ноу-хау не в том, как мы делаем гибрид, а в том, какой у нас период уходит на созидание. За полтора года новая машина. Вот это ушло вместе с Фискером. Перерыв на новости. Желающие пообщаться с Сергеем Исланяным имеют такую возможность, дозвонившись по телефону 65 10 996. Давайте начнем общаться, выяснять, что интересно не только мне, но и вам. Роман, вы у нас сегодня первый. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер, Сергей. У меня вопрос по машине марки «Лада». Это через два месяца планируется продажа «Лады Гранта Спорт», и вот хотелось бы сказать, что это такое. Я даже не спрашиваю, чье это имя. Ну, это первый вопрос. Еще второй вопрос по «Нитану» у меня есть. Скажите, Роман, а что вдруг вас в мирной жизни тихого, нормального человека сподвигло на интерес к «Ладе Гранта»? Вы пали жертвой рекламы? Ну, «Лада Гранта Спорт»? Что это? Что это? Это когда-то новое автомобиль, это прорыв, или это что? Мы берем обычную «Ладу Гранту», загоняем в ГРС, грамотный чип-тюнинг с тренировкой, и получается «Спорт»? Или все-таки что-то там... Не-не-не, все то же самое, только безграмотный чип-тюнинг. Лев Михайлович Шугуров, царство ему небесное, в свое время, когда боролся с империализмом на страницах журнала «За рулем», лет, так, наверное, 30 тому назад, объяснял, откуда берутся машины с названием «Спорт» или «Люкс». Вот берется машина, которая никому не нужна, она исчерпала свое присутствие на конвейере, она не нужна потребителю, к ней нужно привлечь какое-то внимание. Тогда наклеивается на нее пара новых шильдиков, например, одевается что-нибудь там, ну, типа нового чехла на сиденье, и это называется, там, модель «Люкс» или модель «Спорт». Вот так они все и делаются. Сейчас по этому пути уже мало кто идет, обычно идут более затратным путем. Но «Лада Гранта» — это как раз утюг с наклеенной табличкой «Вертикальный взлет». Разваливаться она будет, как машина в мультфильме «Ну, погоди», третья серия. Если помните, там была такая хорошая гоночная машина. Да, отлично, помню. Вот этот сценарий за свои деньги каждый желающий может получить. Приобщиться лично к товарищу Путину, который, ну, на спортивных желтых «Ладах» покорил практически Дальний Восток вслед за Ермаком. Кто хочет, записывайтесь. Ну, то есть новых моторов мы не увидим, все понятно. У меня вопрос по «Нисану». Видел на дорогах редко-редко такой большой автобус, но легковой. Вот это вот что такое и чем? Не знаю почему, но внешне нравится. Я не могу себе объяснить, чем. Это американец. И японцы, они ведь молодцы. Они для такого серьезного рынка, как американский, создают и внедорожники довольно большие. Вы же помните и «Армаду», и «Титан», которые к нам не приходят. И у них в этой же самой линейке есть очень неплохой автобус. Он иногда к нам приходит, причем нормально живет. И, как правило, он при этом полноприводный с хорошим мотором. Но Америка, она тем и отличается, что при справедливой цене их потребитель получает гораздо больше андатристых шапок, чем мы с вами. А мы с вами получаем, ну, Ниссан Альмеру. Ну, то есть эту машину через серых гейлеров можно довезти. Примерно у нее стоимость представима, допустим, с Экстрейлом. Или там по Тверинску. Она подороже получается, потому что у нее же объем двигателя больше трех литров. Соответственно, по таможне она так или иначе вываливается практически к ценнику в два миллиона. То есть понятно. Если бы она официально продавалась, там бы уже за три. Вот так, что ли? Если бы она официально продавалась, то вы, как человек, лично обязанный отдать японцам Хабамай и Шикотан, заплатили бы не в три конца, а в пять концов. Спасибо вам, Николай, у нас. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Замечательная у вас передача. Каждый день слушаю комплименты в ваш адрес и присоединяющие. В немалой степени Николай благодаря моим замечательным слушателям, к которым вы тоже бесспорно относитесь. Кстати, Николай, скажите, а вот представляете, бедного Фискера, который со вчерашнего дня не работает и не владеет своей собственной фирмой. Жалко человека? Ну, я думаю, мужчина найдет себя. Точно. Если он действительно талантлив и так далее, я думаю, что у него попрет на другом поприще. Ну, Вескер, он реально молодец. Да, башка у него очень светлая. Другое дело, что вот амбиции немножко перехлестнули. Что у нас с вами, Николай, из автомобильного? Сергей, у меня, значит, машинка достаточно старенькая, Т5-Citroen. Ух ты, классный. Универсал, второго года, дизель. Значит, на автомате эксклюзив комплектации из Европы притащили мне его. Значит, я на нем уже, слава богу, 7 лет езжу. Значит, и до меня он еще там, по-моему... Ну да, чудо-юдо рыбакит. У вас машина еще, у которой салон делал наш русский дизайнер Владимир Пирожков. Это его работа. Он парень из Свердловска, закончивший архитектурный институт и работавший во Франции, в Ницце, в центре стиля. Представляете, как вот замечательно. Он на Тойоту работал, он работал на Ситроен, и вы едете на Ситроене салон, которому делал наш с вами соотечественник. Вот я езжу, и все эти 7 лет уже почти, я просто балдею от этой машины. Мне очень нравятся. Были какие-то определенные болячки там, но это, я думаю, что не больше, чем в других автомобилях других марок. И вот сейчас, грубо говоря, счетчик уже намотал почти полмиллиона километров. Ух ты! Хотел бы поменять. Вот смотрю, в сторону 5-го, он как-то SX7, что ли называется, вот с 8-го года, которые пошли. Ну да, следующее поколение, конечно. Значит, по деньгам взять нового, наверное, не получится. Где-то вот трехлеточку. Так вот, нет ли альтернативы? Может быть, я слишком зашурился на этих Ситроенах, да? Значит, критерии, это чтобы поднимался по деревне, у нас там по снегу, чтобы мог проехать. Значит, чтобы был вместителен и удобен. Вот так, что я в Питер езжу, выхожу с него с человеком, я живой, у меня спина не болит и так далее. Не, Николай, за те деньги, которые вы на вторичный рынок готовы отнести, на цыпочки грамотно приподниматься не будет ничего. Все то, что может изменять дорожный просвет, оно будет стоить на один нолик больше. И оно будет еще и ворованным. А Ситроен чем хорош? Тем, что поскольку эта машина у гонщиков не популярна, вы даже на вторичном рынке можете без особого риска найти честный пробег и честную биографию автомобиля. Либо притащить из Европы, опять-таки, дизель, потому что европейцы, дизеля, они там, дизеля шикарные совершенно эти французские, потрясающие. И у нас их практически не было. С5 найти дизельный, трехлетку, это будет очень сложно. Тем более, вы сможете взять себе универсал, и он будет на гидроктиве, на вашем любимом гидроктиве. И когда вы поедете в Питер, ну вы опять-таки человеком пристанете. То есть вы мне не рекомендуете изменять Анри Ситроену. А вы не найдете ничего. Ведь вот эта подвеска знаменитая, которая вас убаюкивает, и это сидение, в котором поясница не болит, оно у других тоже есть. Да, пожалуйста. Машина, в которой, например, никогда не болит спина, это, как правило, Вольво. Сколько будет Вольво стоить? А что у нее будет по подвеске? А по подвеске у нее будет все то же самое, что у другой более дешевые машины, то есть железячки на пружинках. А по ценнику это будет такое ощущение, как будто прямо не китаец, а нормальный премиум сегмент. И что в результате? Ничего хорошего. А на Ситроене, поскольку он не пижонский, он эстетский, а эстетов мало. Если вы из Европы пригоните себе следующего, вы еще 7 лет будете ездить на нем. При этом все 7 лет вы будете наслаждаться каждой черточкой интерьера, тем, как сделан руль, как сделана панель приборов. Потому что оно все удивительное. Вот так, как они это делают. Причем ваша машина, она такая все-таки чудо-юдо-рыбокит, а нынешний С5, он стремителен. Он даже когда никуда не едет, такое ощущение, что куда-то несется. И ведь у вас за пол лимона, я сильно подозреваю, что один из немногих агрегатов, узлов и систем, в которых не было проблем, это гидроктив. Гидроктив, да, датчик один раз, ну, вы там чисто отгнили контакты. Да, то есть вот когда все боятся о том, что сложная система, тем более во французском исполнении, французы вроде не самые аккуратные ребята, довольно неряшливые. А вдруг что сломается? Вот у Ситроена, что у вашего С5, что у предыдущих, что у XM, например, что у нынешнего С5 доведена до ума. Вот этот гидроктив, вот он доведен до ума. Если французы когда-нибудь от него откажутся, это будет неоправданной жертвой. Хотя вот они потихонечку пытаются сделать там часть моделей, там у них же есть уже нынешний С5 на пружинках, на железочках. А да, да, да. Но уже вот попахивает позорной капитуляцией, уже они как-то начинают задний ход-то включать. Неправильно. Так что, Николай, совершенно спокойно в Европу не нарвитесь только на поляков-перекупщиков, которые там маскируются под немцев. Ага. Они же тоже ребята ушли, они же знают, что из Восточной Европы постоянно прибегают то брат белорус, то брат украинец, то брат москаль клятый. И документики они там очень неплохо шаманят. Там надо все-таки присматриваться. Это у нас Citroёn не популярен, а в Европе очень даже. А тем более, вы же можете нарваться нечаянно на машину такси. Ага. И не узнаете об этом, потому что во всех странах европейских, где у машины такси должен быть свой собственный автономный цвет, берется, покупается темная машина металлик, заворачивается в бежевую под немцев, либо в белую под французов пленку. Ага. Бегает три года, имеет пробег в полмиллиона, спидометр скручивается, пленка снимается, а под ней идеального состояния по кузову лакокрасочное покрытие нового автомобиля. Смотри, красавцы, да. Вот, пепельница новая, руль новый, сиденье новое. Они перекидывают салоны на раз. Потом они выдают вам официальную бумажку, где написано, что на этой машине да никто никогда не ездил. Она три года стояла в отстойнике и ждала Николая из России. Да, да, да. Ну, и так и сделают обязательно. Поэтому просто не доверяйте тем, кто к вам с данайскими дарами. Ну, в общем, да, с этими самыми дарами. Иван на линии. Добрый вечер, Сергей. Здрасте, Иван. У меня такой вопрос. У меня пришло время менять автомобиль. Я сейчас на четвертом гольфе езжу, который V5. Вот. Ну, у меня второй ребенок планируется в мае. Вот. Почему я тут посмотрел в бюджете миллион, может быть, чем-нибудь. S-Max. Порт. Ну, вот. Что можете сказать, вообще, на что стоит обратить внимание? Возможно, там поддержано. Иван, во-первых, замечательно то, что у вас второй ребенок. Это очень здорово и правильно. Во-вторых, даже третий ребенок замечательно помещается в четвертый гольф. И это очень красивая мотивация, очень правильная мотивация истинного отца, который хочет улучшить качество жизни для всех, в том числе и для еще одного ребенка, приходящего в семью. Абсолютно логично и правильно. Но, если вдруг что-то не сложится, в гольфе, знаете, даже в матисе помещается трое детей на заднем сиденье. Проверял. Ну, да. Плюс ко всему, я еще достаточно много езжу, и вот эта машина у меня вполне устраивает. Да, если вы уходите на вторичный рынок, то либо смотрите, можно, конечно, и S-MAX. У S-MAX нет запасного колеса, будьте к этому готовы. То есть, его вообще нету. Вот просто нету и все. Вот не предусмотрено. И там иногда бывает герметик, хотя в некоторых комплектациях пару раз мелькали докатки, но это всегда было как-то фантастично и уникально. S-MAX машина редкая. Для того, чтобы человек продал вам S-MAX, должно было что-то трагическое произойти. Потому что просто так S-MAX обычно не бывает первой машиной в семье. Он помощник по хозяйству, и рядом есть еще какая-нибудь канонерская лодка, которая вокруг этого серьезного линкора крутится. Значит, если S-MAX продали, чего-то случилось. Чем-то он заслужил отторжение целой семьи. Это подозрительно. Если вы ходите на вторичный рынок, то вот одна из самых удачных покупок вторичного рынка – это Opel Vectra Caravan. Opel Vectra C Caravan. Это последняя Vectra, которая здоровая по размеру и всегда по цене она не больше, чем 600-700 тысяч. А там семья помещается очень здорово. Там сидение хорошее, там сзади много места. Перерыв на новости. Телефон 6510-996. Звонящих мало, у вас есть шанс дозвониться. Вадим это уже сделал. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Наконец-то я до вас дозвонился. У меня два вопроса таких схожих. Давайте. Меня тоже радует то, что вы дозвонились наконец-то. У меня Мондео, третий Мондео 2006 года. Я купил раз в последнем рестайлинге перед выпуском нового поколения, нового кузова. Да, хороший аппарат, кстати. Вот я хотел узнать ваше экспортное мнение, поскольку машине вот сколько, 6 лет, она прошла 140 тысяч, менял только расходники. Максимум самое страшное, это, по-моему, генератор у меня сгорел, ну, поменял. А мотор у вас 1.8 или какой? Нет, у меня, ой, сказка, 2 литра кожа автомат. О, замечательно. Вот я себе не купил Мондео только потому, что в тот момент, когда я пришел за Мондео, его уже сняли с производства. Вот он уже был, были просто те опции, те версии, которые, ну, не в женщину, не в Красную Армию. А так бы взял, очень хороший аппарат. Я просто в него влюбился. Когда я сел в него, я просто влюбился, тем более подогрева, вентиляция, и даже ESP мне поставили. И вот сейчас, если вы эту машину продаете, то вы ее отдаете в нижнем пределе цены. Практически это кому-то подарок. Она вас не подвела, ее коммерческой выгоды уже нету никакой в продаже. Вы ничего не заработаете. Абсолютно, абсолютно, да. А 300 тысяч, 350, не больше. Да, да, да. И что, вы же не пойдете себе Матис после этого покупать? В кредит сейчас вторгаться опасно, потому что у нас в будущем году, у нас экономика растет на подъеме, инфляции у нас нету, коррупцию мы победили, только в будущем году нам всем крышка. У нас в середине следующего года по независимым экспертным оценкам будет такой кризис, что мало не покажется. Поэтому лучше все-таки без кредитов подойти к этому периоду. И спокойно ездить на своем Мондео, потому что, ну, если он даже что-то от вас потребует, это будут какие-то минимальные вложения, там, условно говоря, по сайлентблокам передней подвески. Скажите, пожалуйста, у меня вот мастера, прожженные в гаражах, сказали, что ездить и не парься. Правильно сказали. Абсолютно нормальные, прожженные ребята. Это именно так. Ездить и не париться, потому что свои 250 он выходит. А вы еще будете выкатывать эти 250, ну, я не знаю сколько, ну, еще лет 7, наверное. Не, ну, я сейчас много езжу, а раньше мало ездил, а сейчас я проезжаю, ну, много, тысячи три в месяц, четыре. То есть как только грузовики с МКАДа убрали, тут-то вы и понеслись. Да никуда и не убрали, он ездит точно так же. Я сейчас в МКАДа ехал, ледяной дождь. Ну, хотя их поменьше, может быть, сегодня. Все едут низенько, но ничего не изменилось. А я читаю в официальных отчетах, что все изменилось, что Собянин, великий вождь корейской нации, товарищ Ким Ир Сен, он же все победил, все сделал, дал 286 ценных указаний, первый взялся за лопату и разогнал. Нет? Нет. Я работаю за город, я работаю по Горьковске, там далеко, и каждый день езжу туда-обратно, и по МКАДу, и по Горьковске, фур полно, не знаю. А в отчетах победили? Последние пару дней просто погода не очень, и все как-то притормозили. А за городом фур немерено, на МКАДе они тоже и утром, и вечером не заметил. Ну, я тоже не заметил. Я внимательно слушал ваши передачи в первый день, когда вышло поставление, что говорили вот люди, ну, полностью солидарен, не видно пока ничего. Не видно, абсолютно не видно. Ну, просто отметились ребята, вот они тут снег не победили, зато грузовики победили. Сейчас они таджиков победят, и вообще молодцы будут. Скажите, пожалуйста, вот второй вопрос, а вот новый Мондоу, который должен выйти, вот совсем-совсем новый, который вроде как должен был, ну, вроде как на год удвинули, вот он какой? А вот вы, Вадим, обратили внимание, сколько раз они переносят эту дату? Вот они вам когда первый раз обещали? Они сказали в 2012 году, потом сказали, минуточку, в 2013, потом, о, экскьюзмовка, в 2014 году. Вот, причем в Америке он есть, в Америке он уже бегает, а у нас который год подряд? Не могут они его сделать. Это говорит о том, что они очень серьезно уперлись не только в сертификацию, они уперлись в, в принципе, разные стандарты. Для американского рынка ГОЖЕ, для европейского рынка, не подходит, не может он пять звезд по Евронкап никак набрать. Вот они над этим, по этому поводу и пляшут. Они пытаются тут усилитель подварить, там подушечку подмотать, тут скотчем что-нибудь притянуть. И машина, в общем, неплохая. Я ее который год уже смотрю на выставке. Универсал так вообще просто красавец. Вот завораживающей красоты линий. Где? А нету. И тем более у Форда, у него в последнее время такая подлая манера, экономить на всем, и они сейчас лазят по всему миру в поиске тех самых поставщиков, которые научатся им из старых китайских передельных пластмассовых игрушек лить новую торпеду, двери и все остальное. Я правильно понимаю, что больше автомобилей, чем у моего старого Мондео, я вряд ли куплю за эти деньги. То есть это вот, такого уже не будет. За эти деньги точно нет, потому что задача любого производителя, выводящего на наш рынок новую модель, с этих тупых русских, которые ничего не понимают, содрать побольше. Нам же объяснили, что поллимона, это так бюджетненько. То есть полмиллиона рублей за какой-нибудь там солярис. Ну а что вы хотите с бюджетной? И вот вы видели, что произошло с Малибу? Сняли Эпику за 600 тысяч, и к нам пришел настоящий корейский, американского качества, Шевроле Малибу за миллион 200 тысяч. Миллион 200 тысяч раз, миллион 200 тысяч два. Извините, мы обписались, потому что никто его не покупает. И с Мондео будет то же самое. Он своим запоздалым выходом накапливает убытки фирмы. Американцы на этом уже потихонечку более-менее отбили все. Но производство этой машины должно быть у нас в том числе и во Всеволожске. А оно все никак, а поставщики все никак. Поэтому убытки растут. И когда эта машина к нам придет, ну я даже не берусь прогнозировать, какой будет ценник. Я думаю, что они заявят, как всегда, как это у Форда принято, 350 тысяч, но, знаете, вот меньше, чем за миллион 200 пока нет. А если хотите, подпишите договор, только там будет написано, что цену мы готовы поменять в любой момент, а ждать вы его будете 8 лет. Помните, как с фокусами было, когда вышла утилизация, как восстановление об утилизации, Форд Фокус был заявлен за 345 тысяч рублей. Хоть бы один такой фокус. Ну это нет, я сам из маркетинга частично, это несерьезно. Форд очень хорошо скидывает. Вот сейчас я купил с огромной скидкой свой Мондело, там 1120, по-моему, и сейчас они хорошо скидывают. Я даже повелся на скидку 250 тысяч, я даже пытался дозвониться, мне не получилось до дилеров. Перед Новым годом висели счеты. Да, но только вы хотели купить вот другого Форда, который через полгода станет, по идее, старым, либо через год. У меня есть такие люди, что покупая Форд на уходе, ты покупаешь его со всеми доработками, вот судя по своему, который я купил. Я купил со всеми, видимо, работами над ошибками, ну и он мне нравится. Правильно. Вот на самом деле, Вадим, вы абсолютно правы, машину нужно брать под занавес, потому что именно здесь она доведена до ума. У нее первая доводка до ума качественная, это рестайлинг, а вот когда ее уже готовы снимать с производства, вот тут она действительно вошла в пору промышленной производственной зрелости, ее безопасно можно брать, потому что именно она будет служить дольше, чем любая другая. А сейчас новый Мондео к нам придет на рынок, и начнутся отзывные кампании. Причем половину отзывных кампаний, они как всегда утаят, и вы даже не узнаете о том, что по лезвию ножа ездите на своей любимой машине. Да, такой есть. Но он красивый все равно. Да, он красивый, и вот, конечно, эта эстетика, она завораживающая. Опять-таки, повторюсь, вкус и универсал великолепна. Роман у нас на линии. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Сергей. Являюсь недавним поклонником вашей передачи. Очень приятно вас слушать. Спасибо. Я склонился в ответном поклоннику. Вопрос такой будет, Сергей. Значит, в пуке выбора, Женя, выбирая машинку, значит, выбора. Пежо 380, Трэнда С3, Шкода. Вот что вы посоветоваете, Фабе, я имею в виду. А у жены какой стаж за плечами? Стаж небольшой. А ей на самом деле, в силу возраста небольшого стажа, нужна не столько машина, сколько красивая штука. Ну, и сколько красивая штука, плюс детей перевозить. Крою детей, хоть в силу небольшого возраста, мы успели уже, как бы, постараться. Ну, тогда вам нужна машина, у которой закрома самые большие, а это 308-й. ДС-ка, она прелесть, но там всего две двери. И дети сзади, это будет постоянно битва шпрот в консервной банке. И маме будет прилетать что-нибудь не то. Типа ботинка, либо памперс. Извините, не ДС-3, Пикассо-С-3, вот. А-а-а. Ну, Пикассо-С-3, он, что плохо в нем, это робот. Робот у него задумчивый. У него робот такой французский, наверное, где-то демократический подход к политике, обдумывающий постоянно. Вы ему говорите, ехать надо! А он говорит, минуточку, давайте взвесимся за и против. Ваш необдуманный поступок может привести к увеличению скорости. Обещание скорости может небезопасно. И так далее. И договориться с ним, ну, некоторые женщины могут, мужчинам сложнее. Пикассик чем хорош? Там можно в полный рост стоять. Дети там не просто помещаются, они еще в баскетбол играют. В багажник можно засыпать, как в закрома родины, все что угодно, в том числе и памперсы. И, ко всему прочему, там много-много горизонтальных поверхностей для того, чтобы закидать все это сосками, бутылками, ботинками, тапочками, трусами, вениками. Замечательно. Вот по хозяйству лучше всего Фабия, она будет хорошо ехать, но в ней будет сложновато. Просто именно из-за количества детей. В 308-й здорово, она тоже здоровый ящик. Пикассик, если на ручке, все, идеальная машина. Если на роботе, ну, если ваша жена, водитель достаточно резкий, темпераментный, или дети, например, двоек нахватали, и маму это как-то очень сильно зацепило, тогда она с роботом не поладит. Если дети нежные, муж заботливый, а дорога ровная, то ваша жена будет ездить на Пикассо и даже не узнает о том, что у какого-то где-то там существующего Сергея Асланяна были какие-то нарекания на этот робот. Все, я вас понял. Остановимся на 308-м, наверное, скорее всего. У 308-го у него сочетание автомата и двигателя ну, тоже не относится к категории шедевров, но, по крайней мере, это не такой подлый робот. Это немножечко по-другому подлый автомат. С автоматом, ну, да, можно жить. Тем более, сейчас 308-й опять пошел к европейской сборке, он перестал быть нашей калужской. Это его опустило на пару сантиметров по дорожному просвету, но не уронило его в качестве. Французская сборка все равно лучше, чем калужская. Я понял. Спасибо, Сергей. Успехов нам с вами. Так, у нас Александр. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. У меня вот такой вопросик. У меня бюджет где-то 150-200 тысяч и нужна очень машина. Ну, как бы, работа такая, что на метро, от ближайшего метро ехать час на маршрутке. Кошмар. И вот вы каждый день напоминаете Дэл Матис. Да. Вот, я присматриваюсь, вроде по деньгам ничего. Вот, но вопрос просто, я помню, что у Аки говорили раньше был ресурс 70-100 тысяч, всего лишь движок. Ну, такой. Вот у Матиза не такое же. Лучше взять какой-нибудь Логан или отечественное что-нибудь из Жигули. Вы отечественное не берите ни в коем случае, лучше катайтесь на маршрутке. Знаете, вот когда вы хотите 150 тысяч потратить на Жигули, то самый правильный вариант это с девками в бане. По крайней мере, будет что вспомнить. И главное, что по количеству болезней Жигуль вас осчастливит большим количеством болезней, чем девки в бане. Если выбирать среди автомобилей, то, конечно, вот Логан это очень правильный выбор. Но он начинается с 350. Значит, вы либо должны занимать, либо во все тяжкие, либо вы идете на вторичный рынок. На вторичном рынке все Логаны на вторичном рынке это бывшие машины такси с пробегом в 600 тысяч. Потому что не найдете. Логан это настолько классная машина. Французам из Рено и дачи румынской настолько нижайший поклон за этот аппарат. Он настолько наш, он настолько родной, понятный, простой, как умывальник и при этом неубиваемый. У него кузов не ржавеет, хода подвески у него огромные. Эта машина бегает в такси, потом ей скручивают спидометр, продают, потому что на вторые руки ее отрывают сразу. Как только первый владелец обычному Логана дает объявление типа продаю Логан. Все, через 3 секунды не торгуюсь, у него отбирают с документами, целуют его в десны и говорят спасибо дорогой, что ты нам сделал такой подарок. Цена даже не обсуждается. А если вы пойдете к новому Матису, вот у меня дома мой Матис пробежал 150 тысяч. За 150 тысяч я у него поменял лампочку и нижний рычаг подвески, потому что мои родственники уронили эту машину в колодец. И все. Вот у моей машины родное сцепление, родные амортизаторы, родные тормозные диски по двигателю, по коробке вообще никаких нареканий за 150 тысяч. А вот в столичной рынке если Матис? Он скорее всего будет ржавый, у него будут ржавые нижние кромки дверей, капоты и багажника, но у него будет чистая пузо и вообще машина очень правильная и простая. Возьмите, советую. Перерыв на новости. И вот наступают последние минуты матча. Есть возможность задать вопрос, пообщаться с живым Сергеем Асланяном. Телефон 6510996. Алексей у нас на линии. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Сергей. Здрасте. Езжу на лантере в 10-м 2008-го года выпуска в комплектации Ролли-Арт. Очень доволен. Ух ты! Ролли-Арт это редкий зверь. Это не каждый день. Да, довольно редко бежу таких же друзей в автомобильных дорогах. Но хочу поменять на что-то такое же резвое в пределах миллион триста, но более вместительное. В то время езжу с сложными задними сидениями, ничего не вмещается в машину. Рассматриваю вариант A4 Allroad или Opel Insignia тоже 4х4. Что посоветуете? А Insignia седан? Нет, универсал. Вагон. Потому что Insignia вагон она очень правильная машина в исполнении 4х4. Это вообще прелесть абсолютная. И Insignia мне очень нравится. Но дело в том, что и Audi A4 это тоже правильный вариант. Причем Allroad или не Allroad да, Allroad получше, потому что там очень грамотно сбалансирована настройка по полному приводу. Очень интересная машина в целом. И, наверное, с точки зрения совсем предвзятых экспертов, вот, апологетов марки, Audi A4 Allroad это самое лучшее Audi, которое только есть. Поэтому вы попали в самую точную, прямо вот в десятку. А4 будет в исполнении Allroad и помощником по хозяйству и по управляемости это, конечно, отточенный автомобиль. Мне Insignia нравится больше. Ну, я здесь предвзят, просто потому что мне в Insignia нравится то количество интересных технологий, которые в нее напихали и то, как она по-дизайнерски выглядит. Она эстетичнее. Audi A4, ну, ее не всегда можно в потоке отличить. Insignia всегда видно. Это не всем нужно. Возможно, что вам, Алексей, как раз не нужно, чтобы все показывали пальцем и говорили, о, смотрите, наша лягушонка в коробчонке скачет. В Insignia коробчонку-то видать, а в Audi A4, ну, там, как сказал, нехороший, но тем не менее умный дизайнер Крис Бенгл по поводу всех Audi, он говорит, сосиски разной длины. Это верно. Но машина по-своему консервативна и красива от этого. Да, да, и имеет право. А что будет более экономично в плане расхода, если брать... Ничего, разорят. Разорят, вывернут наизнанку и сделают вид, что так и было. Залезут в карман, в душу и еще заставят в долги влезть. Ну, после моей машины я тоже не скажу, что здесь какая-то экономия есть. Да. Сейчас у меня около 20 литров на 100 километров по городу. Ага. И бензин 98-й. Да, в том-то и дело, что 98-го бензина. В этом отношении повседневная эксплуатация, что А4, что Инсигнии, будет, конечно, скромнее, а все то, что вы не потратите, не выльете на дорогу из выхлопной трубы, с вас попытаются при помощи паяльника и вежливой улыбки добыть официальные дилеры. При помощи ТО и при помощи всего остального любого обращения на сервис. То есть там-то дешево не будет. Но повседневная эксплуатация, особенно если вы, например, возьмете дизель. Вот дизеля у них фантастические. Что опелевский, что аудюшный, блеск просто. Молодцы. С такими дизелями не страшно. Ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди. И тем более по расходу топлива будет очень скромно. В сравнении с вашим ланцером первое время будете думать, что у вас что-то с прибором не то. И вот второй вопрос у меня. Стоит ли продавать мою машину вообще как быстро они падают в цене? Потому что я очень доволен ей и просто держал бы ее как вторую. Но не хотелось бы держать натулолом, за который ты будешь платить налог, а потом однажды поймешь, что она стоит уже 10 тысяч. А так и будет. Алексей, не оставляйте машину. Бесполезно. На двух вы не поедете. Довольно быстро станет понятно, что по хозяйству она вам не помогает, а обременять сильно обременяет. Вот это летнее состояние души, когда вы думаете эх, вспомню-ка я былое, помыл, почистил и куда-нибудь ех, рубь 40 в поворот на все деньги. Вот этого уже не будет, потому что что А4, Allroad, что Insignia будут дарить вам сопоставимые ощущения, причем комфортнее и грамотнее. И ланцер у вас превратится просто в машину, которая начнет потихонечку ржаветь, причем стоит, значит, суппорта прихватила, потом начинается рулевая рейка, потом начинаются варианты по приводу, и через какое-то время вы на ней поехали, а у нее бац, тут потекло, там застучало, надо продавать. Если вы решились сдать машину, сдайте, другое дело, что, конечно, вы не сразу найдете ценителя, который поймет, за что вы хотите эти деньги. Ее же не имеет смысла за 300 тысяч продавать, как банальный ланцер. Конечно, нет. Ну, конечно. Но мало кто поймет вас, и мало кто захочет быть вторым Алексеем на 98-м бензине с 20-кой на 100 километров. Это ведь очень специфическая категория людей. И второй такой придет не сразу. Поэтому вы спокойно купите одно и будете доторговывать вторым. Долго будете доторговывать, старательно. И, кстати, сделайте ей предпродажку. Поедете в фирму, натрите и намажьте, чтобы она производила впечатление нового, нетронутого автомобиля. Это немаловажно. На цене это не сказывается, но всерьез не удешевляет товар. Просто приятнее будет избавляться. Хотя, конечно, от таких машин жалко избавляться, но рано или поздно приходится. Николай. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Очень рад вас слышать. И большое спасибо вам. Спасибо вам. Что вы в эфире рассказываете такие приятные вещи про машины. У меня вопрос такой. Вот я на Discovery 3 езжу уже шестой год. Ух ты. В принципе, больших проблем с машиной не было. Поначалу были проблемы с сневоподвеской, потом топливный насос. Там, по-моему, у них акция была, они меняли. И вот недавно гидроконсенсатор пришлось повозиться с ним. Ну и, в принципе, все. Больших проблем не было. Больше всего меня беспокоит передняя подвеска. Очень часто приходится с ней возиться, менять. сама по себе машина для меня лично очень комфортная для семьи из четырех человек. Собака еще большая. Кубатура кузова очень комфортная. То есть, вплоть до того, что раскладываются сидения, надувается кровать внутри и можно ехать. Двое лежат, двое сидят. А сверху прыгает счастливая собака по головам. Нет, собака в этом случае остается дома. Жалко. Собака должна прыгать рядом, чтобы разделить восторг хозяина. Особенность она большая. Она так шикарно может облизать всех лежащих. Ну да, да. В принципе, можно ее посадить, конечно, на подлокотник. Не поместится. А собака какой породы? Собака двортерьер. Замечательная порода. Самая преданная и самая ласковая собака это двортерьер. Родная абсолютно. Самая умная и в то же время самая хитрая. Еще бы. Так вот, Сергей, вопрос такой. Приходится не только по городу ездить, но и бывает на дальние расстояния и отдых, и дача, и рыбалки. В этом плане машина устраивает по полной программе. Но опять-таки, повторюсь, передняя подвеска уже вымотала. Вымотала всю душу. Есть ли какой-то выход из ситуации в плане поменять на что-то аналогичное дизельное либо дальше возить? Ну, вообще, конечно, с каждым годом все эти возилки, они только обременительные. Что плохо? Как в Жигулях. Вроде поменял, все сделал, бац, опять отвалилось. И конца краю почему-то нет. Вот совершенно непонятно почему. Вроде меняешь одно на другое. Опять отваливается. Опять проблемы. Ну, Дискарь идеологически блистательная машина. Качество исполнения грустное. А дальше у вас постоянный полный привод. Значит, вы уходите куда? Либо к кроссоверам, у которых передний с добегающим задом, либо в серьезные внедорожники, которые в основном все заднеприводные. И вы тогда получаете на дальнем плече машину на заднем приводе. А это не то же самое, что ваш Дискарь 50 на 50. Совсем не то же самое. Тем более, 6 лет вы с ним, вы привыкли к этому поведению. Оно вам понятно, вы знаете, как с ним управляться. Переучиваться на задний привод, особенно если это будет какой-нибудь аппарат типа ЗИЛ-130, он же Тойота Линкрузер 150 и Прада, который по поведению от 130 ЗИЛа не сильно отличается, то даже собака в какой-то момент скажет, папа, ты что делаешь? Уже страшно, уже хватит. И вариант такой. Значит, избавляться от Дискаря, потому что он уже достал, а потом не покупать ничего и мучиться пешком. Потому что вы пока не обнулите счетчик позитива, вы же помните, что в Дискаре все хорошо. О том, что вас подвеска изматывала, вы через какое-то время забудете. А о том, что в Дискаре было удобно, вы не забудете никогда. И пересесть с удобного, родного, своего, на любую другую машину, это будет очень болезненно. Поэтому мучайтесь в автобусе, проклинайте подвиги нашего мэра города, который пытается заставить вас полюбить автобус, а потом вы сядете на любую другую машину, она вызовет у вас восторг. Но скорее всего, вот правильный вариант, вы ведь не ядреный джипер, которому очень важна тайга. Вам нужен полный привод в качестве помощника. А это четко, совершенно бросок в объятии Туарега. Двухмиллионного Туарега, который тоже может быть на пневме, может быть не на пневме. Лучше, конечно, когда вы берете его с оффроуд пакетом на пневме, на дизеле, и вы получаете машину, которая по умолчанию переднеприводная с добегающим задом, которая, если надо, она вас может вытащить из-под вражеского огня, она может вас протащить в том числе по буеракам, даже в верхней точке, когда у нее подвеска становится как у телеги, но тем не менее дорожный просвет она поднимает очень серьезно. По ламучести это не дискаль, кардинально не дискаль. А по удобству, да, это хорошая, большая, плавная, легковая машина в городе, и это очень неплохой внедорожник на бездорожье. Но у него объем-то кузова меньше. Да, и у него кубатура меньше, потому что он зализанный, у вас-то ящик, и у вас задняя надстройка палубная, будь здоров какая, там же еще, если что, можно просверлить дырочку, поставить турель, пулемет, и после этого, как Тойота, управляя мечтой, решать свои вопросы. Ну, пойти, например, в Соловьи-разбойники. Такой тоже шанс есть. Не, мы мирные люди, мы не будем почти все лететь. Не, естественно. Я вас понял, Сергей, я вас понял, значит, проще купить козла, а потом от него избавиться. И понять, что было хорошо. Ну, практически так оно и есть, да. Так, успеваем еще. Денис, здравствуйте, Денис. Добрый вечер, Сергей. У нас с вами немного времени, но это будет время, потраченное на приятное общение. Сергей, у меня ЦРВ с Хонда с 2005 года. Соответственно, с 2006 года она у меня. Проехала 180 тысяч, и вот на сегодняшний день думаю, на что бы ее поменять. Что только не смотрел, выбрать ничего не могу. Скажите, Денис, не заржавела она у вас за эти годы? Нет, она у меня просто в идеальном состоянии, не считая пробега 180 тысяч. Так. Что вы смотрели? Смотрел Паджеро и Паджеро Спорт новый. Потому что другие машины по объему внутренности просто меня не устраивают. Немцы, они все какие-то маленькие. А у меня две собаки, жена, ребенок. И вот, когда я езжу, места не остается вообще. Паджеро Спорт очень неплохой вариант. Он другой все-таки, но когда вы его включаете на Супер Селекте на постоянный полный привод, вы получаете такую же стабильность на дороге. Хотя, конечно, он тяжелее. Этот автомобиль более грузовикастый, но это внедорожник. Все, до понедельника. подопрегивает. Продолжение следует...